Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня стало известно о том, что российский бизнес Лайки Ваймале. Вдумайтесь на секундочку. Российский бизнес. Вы наверняка слышали все ее заявления о России. Все, что она говорила. И на сегодняшний день у нее есть российский бизнес. Как вам? Вот что пишет СМИ сегодня, в частности ТВЦ. Российский бизнес Лаймы Вайкуле проверит налоговое. Как ранее рассказывал глава ФПБК Виталий Бородин, неоднократно критиковавшая Россию певица продолжает зарабатывать в нашей стране через свою компанию Лайма Люкс Латвия. Доля ее бизнеса была передана учредителю, хотя сама Вайкуле продолжает оставаться бенефициарным владельцем. Теперь в делах компания будет разбираться налоговая. Друзья, вы знаете, говорят о России, что там жестко все, прям предельно, там свободы какой-то нет, слова никакой, ничего никакой. Если бы кто-то на Западе или в Америке, как Лайка Ваймуле, говорил столько об Америке или о Западе, выкинули бы к чертовой матери, то, что налоговая проверяла бы какой-то бизнес там, выбросили бы просто из страны и не дали даже не то, что рта открыть, а в любой стране бы не дали говорить больше. Вообще бы никогда никто не услышал больше о ней. Она спокойно продолжает говорить и даже зарабатывать в России. Вдумайтесь на секундочку. Когда говорят о демократии там, и кажется, что... Надо реальное положение дела знать, как там относятся к тем, кто, например, решает... Возьмем простой пример. Илон Маск, социальная сеть, он решил написать то, как есть на самом деле. Ему пригрозили всеми уголовными делами, санкциями, всем остальным, всем возможным. Просто за то, что он в своей соцсети написал свое видение, которое совпадает с видением здравомыслящих людей. Американец. Если бы там певица какая-то уехала в другую страну, например, мексиканка, приехала в Америку, в Мексику уехала и начала поливать грязью. Там не то чтобы бизнес. Ее в Мексике бы нашли бы, привезли бы, и там бы судили. Понимаете? Поэтому, конечно, я считаю, что это абсолютно оправданно, учитывая все слова сказанные. Я считаю, что то, что ее бизнес проверит налогово, это очень мягко. Очень мягко. Это, с одной стороны, конечно, показывает, в принципе, миру открытость, и то, что мы не уподобляемся тем, кто там. С другой стороны, мне кажется, можно было бы и пожестче. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании, где для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграмм, канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.